шалом хаварим здравствуйте друзья все те кто нас смотрит любит следить за новостями все те кто молится за нас мы приветствуем вас я сейчас зачитаю вопрос который прислал нам некто кирилл вопросу предания церкви вселенским собор ну думаю это не патриарх кирилл все-таки прислал вот шалом друзья как относиться к вселенским собором и можно ли считать предание церкви богодухновенным ведь господь сказал и вот я с вами во все дни до скончания века заранее большое спасибо да благословит бог ваше служение спасибо за благословение я понимаю что вы кирилл согласно приведенной вами цитате вообще построению вопроса считаете что предание церкви это нечто больше чем просто какие-то басни исторические возможно считаете что это именно что-то такое максимально богодухновенная да я так понимаю приведение этой цитаты как бы говорит что бог который во все дни с нами до скончания века он был со всеми теми кто является составителем преданий кто участвовал выработки правил постулатов и всего того что исходило из вселенских соборов поэтому это тоже богодухновенно вы не описываете не говорите ваше мнение в плане того насколько это в равной степени богодухновенное писание но я так подозреваю что все таки вы считаете что это богодухновенно хорошо давайте поговорим на эту тему и так я сразу хочу сказать что я не отрицаю вот так осторожно постараюсь выразиться интересность предания церковного опять же предание церковное у каждой церкви свой набор преданий в чем-то это схоже в чем-то очень разница но все это может быть интересно для изучающего и я не думаю что это все нужно огульно отбрасывать как делают некоторые некоторые доходят до того что утверждает что любое предание будь то предание исходящее из среды иудаизма и точно также как предание среды церкви что все это заведомо чуть ли не вредно точно опасно и поэтому лучше как говорится в эту сторону даже не смотреть я вот так не согласен потому что вот чем по сути является предание ведь предание это опыт поколений предание это наработка понимание того как находить бога что неправильно в попытках человека человечества в плане подходов к поиску бога это различного рода открытия касающиеся практической жизни верующих и ищущих бога в писании через личное откровение в молитвах и вообще в жизни стоит ли говорить что все те кто были до нас и искали бога они могут в своем поиске и в своих записях относящихся к тому вот как у них все это происходило что все это может быть абсолютно не нужно нам и и заведомо бесполезно но это была бы большая гордость так заявлять по подумайте в любом случае даже даже опыт какой-то отдельно взятые по местной общины верующих церкви общины передаваемый тем кто вот недавно пришел господу опыт передаваемый старшими к младшим это тоже своего рода предание ведь мы все пользуемся этим никто не может утверждать что это ну не присутствует в среде хоть хоть какой бы то ни было общины представляете просто есть предание которые которым 10 лет от рода из предания которым 500 лет от роду тысячи лет две тысячи лет и возможно даже больше вот поэтому я предлагаю вот немножечко так посмотреть как говорится со стороны на этот вопрос и не торопиться осуждать тех кто изучает предание что-то там полезного находит для себя и для той служительской практики которую применяет или в среде которой находится вместе с этим я конечно же не согласен с позиции тех кто приравнивает предание на уровень выводит предание придает ему такой же статус как и писанием я сейчас прочту просто одну цитату вот такой служитель православной русской православной церкви но если тут интересуется история русской православной церкви вы возможно слышали о митрополите филарете дроздове который был московским митрополитом в первой половине девятнадцатого века вот при нем произошла закладка храма христа спасителя в москве и так далее вот он сказал следующее предание объемлет собой всю жизнь здесь согласен но как вот в цитате это звучит предание объемлет собой всю жизнь церкви настолько что и само священное писание является лишь одной из форм его священное писание не глубже и не важнее священного предания но одна из его форм я конечно не могу с этим согласиться я считаю что любое предание она может быть полезно лишь тогда когда она базируется написание не противоречит писанию когда она практически на вот ситуацию этой местности этого времени вот ситуацию складывающийся при таких вот условиях раскрывает то как поясняет писание как то или иное кто или иной заповедь нам поясняет писание как жить по вот все что мы находим в библии священных писаниях предание раскрывает нам и выводит на практический уровень применения если это так то предание конечно же полезно и есть такие моменты друзья которые что тысячу лет назад было что сейчас вот когда речь идет о взгляде на человека взгляде на отношения между людьми полезно посмотреть как при похожих условиях реагировали те кто жили раньше нас на сотни лет назад или там на те же 50 100 лет назад это может быть полезно но я не согласен с тем как вот я сейчас здесь прочитал что писание лишь одна из форм предания и есть как бы другие формы это мне чем-то я конечно не приравниваю но это чем-то мне напоминает что к богу много путей и каждой религией можно прийти к богу и буддисты могут прийти и те и эти и в каждой из вот таких вот вероучений верование есть что-то полезное интересное правильно морально и так далее вот священное писание это откровение бога она богодухновенное и все что толкует его не противоречия писанию вот такое предание я за такое предание я за то чтобы его изучать хотя опять же должен оговориться здесь что предание которые правильно толкует писание но которая не применимо на вот этот временной контекст на ситуацию сегодняшнего дня она может быть иногда лишь интересным но уже уже не полезным не вредным но уже и не полезным в общем действительно в этом во всем можно разбираться можно разбираться и находить для себя интересное не очень интересное но надо быть конечно же внимательным и важно знать базис на котором должно основываться любое предание это священное писание я считаю это не может идти в разрез совершенно не может писание быть одним из мнений это должно быть фундаментальное мнение все остальное это просто то что является надстройкой хорошо переходим к вселенским соборам вселенские соборы такие вот знаете съезды верующих как бы мирового уровня с целью выработки общих правил устранения противоречий с целью достижения единства вот если вот так вот смотреть на вселенский собор можно подумать классно супер отлично надо действительно встречаться общаться где-то вот находить правильность и для того чтобы быть едиными исполняя пожелания господа изложены 17 главе евангелия от иоанна но если мы возьмем историю и посмотрим вообще то зачем созывались соборы какие-то вырабатывались нормы правила что это породило в итоге то вот не все так радужно не все так как говорится со знаком плюс считается что первым собором был собор иерусалима то что описано в книге деяний но вы знаете то что происходило там это существенным образом отличается от всех тех соборов которые приравнивают себя к вот этой встрече ведущих служителей той вот иерусалимской общины и других общин на которых пишет книга деяний известно что первым после первого собора был собор в никее никейский собор представители мессианского движения когда говорят о никейском соборе говорят с печали в голосе об этом и конечно же а вот это собрание иерархов послужило стартом выработки на официальном церковном и государственном уровне каких-то правил постановлений направленных против евреев причем знаете не только против евреев которые отрицали господа да и шума миссии но также против евреев которые признавали и шума своим спасителем вот я открыл статью у себя здесь пользуюсь интернетом с вашего позволения где описаны так называемые признаки вселенских соборов одним из первых внешних признаков говорится об участии в соборе представители всех поместных общин в лице предстоятеля этих общин епископов или их заместителей и знаете что интересно ну да действительно логично потому что как можно услышать любую мысль касающиеся отношения к богу и к служению если не пригласить всех кто этим занимается но мы знаем что на некийский собор не были приглашены вообще просто представители еврейской составляющей тела миссии ни один еврейский верующий в ешуа руководитель высокого или не такого высокого уровня не был приглашен и все что было принято на этом соборе против евреев все было принято за их спиной интересно видите как иногда люди могут поворачивать правилами согласно какой-то своей выгоде если вообще что-то здесь можно назвать выгодой я продолжу вселенские соборы были призваны устранять противоречия я уже сказал но послушайте знаете что интересно когда из вот этих совещаний такого крупного масштаба были устранены еврейские братья когда их не допустили к участию в разговорах и когда по сути фактически вырезали их мнение то на чем базировались главные идеи вообще мысль какая центральная была по своему национальному окрасу конечно же греческая и если мы перечитаем главные решения вселенских соборов есть так называемые семь вселенских соборов которых признают общины и католиков и православных и древневосточные церкви вот таких главных семь признанных как бы всеми то мы видим что основное что там разбиралось это борьба с ересями это рассуждение о том насколько ешуа человечен насколько он дух или только тело насколько тело и дух это бог и вот такого рода вопросы и я скажу что вот подобного рода искания они ну можно сказать в гораздо меньшей степени имели место в еврейской среде ранее если вообще хоть когда-либо имели место знаете вот в древних еврейских поисках всегда была такая рубрика которая называлась тайна бога куда лучше как говорится не пытаться даже заходить но когда евреев из процесса устранили уже сказал начали пытаться заходить туда куда собственно наверное никому из нас никогда и не будет позволено зайти даже на небесах и начали пробовать прошу прощения за определение препарировать бога и пытаться выяснить как он устроен внутри и понятно что определенные постановления они порождали несогласия и споры кому-то это выглядело нелогичным что опять умножало раскол приводило к необходимости созыва следующего собора на котором решались вопросы возникшие как бы из постановлений предыдущего собора и так далее и вот так вот век за веком и наряду с этим это все как бы уводило от главного вообще зачем пришел господь от поиска того как уйти от греха от поиска того как войти в божью любовь от поиска того как возлюбить всевышнего от поиска того как послужить ко спасению мира в духе святом как то вот эти вопросы разбирались крайне слабо если разбирались вообще еще хочу сказать как представитель мессианское еврейское движение имеющий привилегию быть представителем мессианское еврейское движение каждый последующий собор умножал отторжение отвержение евреев израиля вообще из плана бога не для бога умножал бог никогда этого не делал но для людей и пропасть между верующими из язычников и израилем божьим между верующими из евреев она увеличивалась и постепенно все это привело к тому что верующие из народа божьего из израиля они постепенно вот знаете как бы загонялись в резервацию братьями и сестрами из церкви с целью вообще их ликвидации что в принципе практически произошло слава богу что не до конца но почти произошло вот в те вот века когда созывались вселенские соборы и в последующие века я для иллюстрации чтобы не быть голословным и к сожалению нет времени разбирать это долго и приводить много цитат тема безусловно интересная и я могу думать что мой ответ на вопрос Кирилла он подтолкнет вас к самостоятельному поиску размышлений но чтобы не быть голословным вот немножко прочитаю например я вот сейчас открываю я уже сказал да о том что соборов которые имеют статус вселенских признаваемых всеми как вселенские их было семь и последний из этих семи соборов был второй никийский в семьсот восемьдесят седьмом году начавшийся послушайте например вот правило восьмое это выработаны на этом втором никийском соборе думаю вам будет интересно поскольку некоторые из иудейского вероисповедания блуждая возомнили ругаться христу богу нашему притворно делаясь христианами интересное уточнение о ком идет речь получается речь идет о евреях которые позиционировались как верующие вешуа и которых верующие из язычников клеймили как притворно верующих вешуа цитирую дальше втайне же отвергаясь его мессию иешуа откуда такое мнение дальше это поясняется тем что скрыто субботствовали и прочей иудейской исполняли ну я наверное не буду оригинален и если предположу что речь идет о праздниках о каких-то вот тех вот знаете наработках еврейских правил святости отношения к жизни друг к другу и ко всему такому за соблюдение чего со временем вот так вот на уровне словесного осуждения а потом через разные вселенские соборы сквозь века уже доводя все до уголовного преследования и до смертной казни вот это вот все наверное было в среде еврейских верующих вешуа представляете в конце восьмого века восьмого века за что специально созванный собор осуждал их вырабатывая правила вот оставшиеся в истории вернемся на примерно сто пятьдесят лет назад и я хочу прочитать одно из постановлений так называемого пято шестого или трульского собора который был созван в конце седьмого века вот на столе будет раньше чем седьмой собор смотрите какие вопросы разбирались на этом соборе просто вопрос который задал кирилл он спрашивает как относиться к вселенским соборам можно ли предание считать богодухновенным но я вот сейчас кое-что прочитаю вы сами скажите можно ли считать это богодухновенным важным сегодня вообще настолько важным чтобы со всего мира собирать верующих да еще таких вот важных как архиепископы и так далее митрополит на этом пято шестом соборе в правило 70 номер 73 обсуждали вопрос святого креста и это правило гласит поскольку животворящий крест явил нам спасение сама формулировок то подобает нам всякое тщание употреблять то есть вся все старание прилагать да будет воздумаемо подобающая честь тому через что мы спасены от древнего грехопадения переводя на современный язык речь идет об изображении креста об изображении креста не об отношении к смерти крестной не о смерти для себя а всего лишь об изображении сейчас прочту дальше вы это увидите сами поэтому мыслью и словом и чувством почитание ему принося повелеваем изображение креста начертываемое некоторыми на земле совсем изгладить чтобы знамение победы нашей не было оскорбляемо попиранием ходящих ни в коем случае нельзя выкладывать мозаикой на полу и просто чертить это на земле чтобы случайно никто проходя не наступил на это ногой и так отныне начертываемое начертывающих на земле изображение креста повелеваем отлучать если знать чем была жизнь для отлученного из церкви это был изгой которого в ряде случаев в некоторые временные вот такие периоды в некоторых странах называемых христианскими и живущими правилами подобных соборов его могли просто лишить прав состояния отобрать все и кое-где даже убить представляете некоторые начертив на земле что-то крест они могли подставить свою жизнь и жизнь своей семьи и если это делали просто случайно просто в силу привычек или просто кому-то показалось что кто-то нарисовал на земле крест то правило выработанное иерархами съехавшимися со всего мира приговаривало этого человека как минимум к наказанию как максимум к смерти не могу не сказать еще немножко восемьдесят втором правиле этого Трульского собора значение которого как подчеркивается необыкновенно велико и оно считается одним из главных принятых на этом соборе а что же там пишется о чем же там идет речь и мы читая это правило видим что видим что это правило о том кого изображать на иконах и если переложить своими словами это длинное правило разъясняет что нельзя отныне рисовать на иконах агнца потому что агнец это намек на Христа и поэтому раз пришел Христос то нечего рисовать агнца давайте рисовать человека и вот это правило оно запрещает рисовать агнца строго на строго призывая рисовать человека конечно же если считать что это нечто богодухновенное если считать что это необыкновенно важно я скажу что многие пишущие отправляющие фотографии открытки в фейсбуке они просто этим правилом приговариваются к наказанию потому что символические изображения Иешуа в виде агнца в виде льва и так далее вот это вот все что этот собор повелевает запретить я сейчас немножко шучу но что хочу сказать послушайте друзья на этих соборах решалась масса вопросов как мне кажется совершенно не относящихся к тем реальным нуждам человечества для решения которых собственно и пришел господь на эту землю более того я думаю что многие подобного рода постановления они просто уводили в сторону от того настоящего насущного поиском чего нужно было заниматься тогда и сейчас всем нам по милости спасенным через жертву Иешуа ну вот так вот примерно таким вот примерно будет мой ответ можно ли считать предание церкви богодухновенным многое из того что было в преданиях оно интересно и полезно для научения для исследования и конечно же многие находящие бога и говорящие что-то а потом записавшие это были вадимы духом святым я в этом немало не сомневаюсь в отличие от писания возможно их поиск и действие духа в их случае годилось для жизни только этих людей или того окружения среди которого они жили потому что писание имеет универсальный характер и богодухновенность для вообще всех кто его читает и исследует что же касается вселенских соборов я могу сказать что да возможно возможно невозможно даже многое интересное разрешалось и разбиралось там но я верю вместе с этим что там было много такого что просто вредно проводить через свою жизнь и жизнь тех общин среди которых мы живем потому что это было инспирировано антисемитизмом дьяволом который за всем этим стоит всем нашим вот этим человеческим внутренним нераспятым греховным естеством читайте изучайте пусть бог поможет вам отличить зерна от плевел настоящую пищу от яда божье от подделок полезное от вредного пусть бог благословит вас дорогие друзья если наш портал иешуа .орг является благословением для вас вы можете своими пожертвованиями принять участие в развитии этого служения наши реквизиты находятся на странице помощь сайту мы благодарим вас за поддержку и пусть всевышний благословит вас на странице на странице на странице и Продолжение следует...